Виталий, это канал Фабрика Новын. Я Анастасия Федор и с нами Евген Чичваркин, русский позиционер. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Наблюдаем мы все за поездкой из Зеленского, конечно же, в США, исторические моменты. Что написал Байден? Написал он следующее у себя в Твиттере, мол, надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир, очень рад видеть тебя. Есть много чего для обсуждения, отметил Байден. Вот понятно, о чем будет говорить, о безопасности, о помощи Украине. Интересно узнать, что думает в Кремле сейчас и какая в общем будет реакция Кремля на такой визит с Зеленским. Как думает? Обстрелы по гражданской инфраструктуре. У них не так много осталось арсеналов, что они могут учить. Но это мы видим каждый день, это будет как-то более мощно или что-то новое Путин придумает? Если бы они могли более мощно, они бы это сделали бы уже. Более мощно, чем они делают, они не могут. Все заканчивают? Теракт могут сделать. Ну, я думаю, что не то чтобы заканчиваться, просто ограниченные мощности для каждого раза. Плюс они у ВСУ их ограничили, подорвав два самолета. Интересно. Еще такой момент есть, что уже в СМИ пишут, что власти США планируют объявить Россию страной-агрессором. Такой статус не получало еще ни одно государство. Вот если в отношении Украины, понятно, Путин может какие-то обстрелы, теракты, провокации... Тогда все страны, которые покупают нефть и газ, должны быть спонсорами-агрессорами, значит. Почему бы и нет? Простите, я перебил вопрос ваш. Да, я вот говорю о том, что тогда, что Путин сможет сделать в отношении Запада? Он может какие-то... А что в связи с этим статусом? С обстрелительным оружием, что может еще он сделать? А что в связи с этим статусом еще может быть? Они отменят визу, мастер-карт, либо они отменят свифт. Свифт работает, Газпромбанк работает, Росбанк работает, Норникель работает. Система САП, которая работает, Норникель работает. Они много чего делают, но не делают. Много что могут сделать, но не делают. Да, после взрыва под Уфой на какое-то время остановилась прокачка газа по Уренгое, по Амару и Ужгороду, который идет, кстати, через территорию Украины. Но не потому что Украина выключила его, а потому что неизвестные люди близко курили около вентиля, где-то под Уфой. Много кто может чего делать, но не делает из-за выгодности работы с Россией. Пока есть эта выгодность, пока есть эта выгода, пока Путин платит деньги, ничего не остановится. Ты его как угодно называй. Хоть ему, не знаю, рога пририсуй. Пока ему платят деньги, он может продолжать эту войну. Когда у него не будет денег, у него не будет денег на зарплату, потому что в России огромный государственный сектор. И тогда произойдет то, чего хотят все, переключая его на внутренние проблемы. Но внутренних проблем пока нет. Безработицы нет, потому что те, кто мог лишиться работы, уехали почти миллион мужчин. Ну и сколько-то сотен тысяч женщин. Зарплаты платятся пока вовремя. Курс до недавнего времени держали. Вот сейчас он пополз, но опять-таки он планово отползет на 20% или рухнет. Нет никаких четких причин и уверенности в том, что он может рухнуть. Стало меньше выручки, они откорректировали курс. Чуть больше будет допечатывать рублей против той валютной выручки, которая есть. Дальше будет залатывать не все необходимые дыры. Нового ничего не строится, никаких новых вещей не будет делаться. Как мы видели из расследования вчерашнего Марии Певчиха и Албурова, те домики, которые построили в Мариуполе, это Минобороновский заказ. Мы видели, как там осваиваются деньги. То, что даже половину крадет, но все равно. Они этими деньгами, это по сути нефтегазовые деньги, показывают всему миру, как они отстраивают захваченную территорию. И чем дальше происходит, тем больше мир будет соглашаться с тем, что... Ну, как с Донбассом 8 лет назад, что... Ну, там люди же хотели быть с Россией, ну, пусть будут. Ладно, уже хватит стрелять. Вот я боюсь, что какое-то вот такое будет решение. Вот вы правильно сказали о том, что много что могут сделать, но не делают. Есть еще одно такое важное осуждение. Вот ЕС и США до сих пор не ввели полные санкции против российских металлургов. Они сейчас не просто наполняют военный бюджет, они прямиком поставляют свою сталь для российского ВПК. Вот как думаете, в этих галузях почему ничего не меняется? Реально просто выгодно? Выгодно. Они ввели санкции, где нужно было сохранить свои рынки. Это не санкции, это под видом санкций просто протекционистские законы, которые не очень больно били по ним. Вот и зачем-то вдолбили по всем россиянам, которые оттуда пытались уехать. Вот. Кроме этого, совершили одну политическую большую глупость. Вот. Ну, зато у Армении ВВП рост 13%. Нет, пока выгодно. Пока выгодно. Нужно дерегулировать нефтяной и газовый рынок, как США удачно сделали во время холодной войны после вторжения СССР в Афганистан. И присадили огромный этот Советский Союз на большущий дефицит бюджета и переключили на внутренние проблемы. Ну, в них ушло на это сколько? Да, выводы войск. Восемь лет. СССР в Афганистан. СССР в Афганистан. СССР в Афганистан.